доброе утро друзья перед вами утренний утренний мадрид я готов помахать вам ручкой доброе утро юля также готов вас приветствовать хорошее настроение у нас потому что у нас впереди путь дорога мы сегодня покидаем этот чудесный город поэтому стали пораньше чтобы успеть купить кофе чтобы насладиться утренними улочки но вот таким мадридом я вот не понимаю каждое утро здесь мокро скорее всего просто здесь убирают дождей вроде как не видно хотя погодка такая не очень-то и понятное да на вид как будто был в общем тут как говорится не разберешься просто так мадрид честно говоря заполнился нам конечно же погодой такой не самой солнечной вот принципе утро нам такое же он и выдает а у нас сейчас задача конечно выпить кофе после чего мы отправляемся на на наши скоростные поезда и вот пометую о том как мы приезжали как мы путались в этом вокзале конечно мы сделаем это немного заранее потому что стрёмно друзья опоздать на поезд очень не хочется делать в общем погнали мы пили кофе йог да 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 вот такие вот скульптуры 8 города пока пили кофе йог я уже запутался в какую сторону передвигаться поэтому мы так получилось что даже немного нет я заранее но дело в том что реально мы не знаем что на вокзале как куда идти вот чем так вообще все отлично у нас ну и в общем пошли мы не в ту сторону метро сейчас возвращаемся поэтому примарк и чем д все закрыто да 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 это правда проходим в первый проход вход грандвия мы купили на 10 поездок прям ровно так рассчитали чтобы нам хватило справа вниз справа вниз всегда правостороннее движение тут наоборот сделали все финальные поездочка вообще если вы не использовали нечего даже переживать они там остаются на много времени очень много на чуть ли не бесконечности ну да а если бы не решали я все равно не переживал потому что мы я уже говорил 6 евро стоит 10 поездок а евро 91 то есть нам 4 евро мы бы однозначно заплатили минимум за одну поездочку на двоих а тут 6 евро получается 5 поездок на двоих сидят стоят значит на против нас тут только поезд у нас уехал поэтому мы пакетики из-под коуч у нас видите там два банана которым еще саликанта привезли не банана платана вот печенька взяли один раз я думаю знакомая всем фирма латтес так и живем что называется так и живем вроде как через минутку поезд у нас был тут уже ура наша станция друзья захожу я только что в этот ой захожу я в google карты мне пишет внимание сегодня ограничение страйк на вокзале работников нам остается полчаса до поезда но я думаю что мы успеем однозначно потому что иначе зачем тогда мы вообще ехали так чамартин рейлэй стейшн огромный огромный пересадочный узел просто огроменный здесь много станции метро электрички поезда скоростные поезда не скоростные чего только нет ну и главное даже вестибюль видите какой красивый с подсветочкой о наконец я увидел указатели вон на скоростные поезда и меня это уже радует значит значит не зря значит мы пройдем туре 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 проходим место которого мурашки становится все чаще становятся появляться начинают уже аж язык заплетается потому что в прошлый раз мы не смогли здесь купить билет на электричку друзья мне писали говорят а вы что не умеете пользоваться переводчиком в том-то и прикол что мы даже с переводчиком не сумели это сделать экран очень быстро да 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 он же пока переведет пока переведет текст но как бы сфотографирует переведет а экран тух очень быстро ой не но на самом деле это все оказалось потому что у нас на карточке поэтому и проблемках на кране можно всегда добраться до метрополитена кстати тут музей метро единственная работа вечерами 4 16.00 не показывает поэтому будьте добры как говорится не нам не сюда и нам надо пор вестибюлу вот нам нужно куда у нас здесь есть вестибюль все хорошо просто мы как-то и как-то никуда не дошли до неба скажем так и красивые небоскребы только чтобы проезжали как-то станции метро и она я смотрел что на выходе нас ждет с помощью google карт и понял что мы очень много очень много еще не посмотрели вот друзья в прошлый раз мы почему-то даже не замечали эти таблички что вот надо прямо еще идти прямо и прямо и прямо и прямо представляете что значит приехал новый город и началась паника отел чамаркин куда все идут все сумками сюда значит нам тоже сюда по ходу дела есть такое подозрение нам бы водички только купить это все хорошо обалдеть тут все делаю делают такое через стройку конечно проходит ого это очень интересно железнодорожные рельсы рельсы шпалы шпалы так у нас запасовка поэтому все должно быть гораздо медленней но повторюсь что до поезда вроде как хватает еще времени о даже телевидение снимает хотят сказать интересно я еще не был на запасовке на самом деле это неинтересно хочется все успеть вот все лично так пойдем посмотрим где наш людей много очень много друзья но я вам скажу никаких чередей нет это просто час пик утренний поэтому как бы забастовочка что называется на нас никаким образом не сказалось аликанте 10-15 это наше какая красивая плиточка вон но телевидение чёрт бастует интересно неужели маленькая очень зарплата у них есть такое подозрение да мне писали вообще что это уже старый поезд на котором мы ехали я так понял что вот этот острей который он телевидение снова таки снимает острей который он получше считается вот еще какой-то или а это итальянский поездом я думал он с билета вообще не проверит нет слава богу все отлично мы уже в поезде самое главное что мы вот уезжаем а я вам так и не показал полный полный обзор нашего отеля поэтому прямо сейчас я ставлю кадры как мы заселялись да мы сейчас заселяться будем зашли в подъезд там ввели секретный пароль второй этаж может он на второй не едет нет решила давай здесь такое старинное здание да поднялись на второй этаж по нашему а это же второй этаж по европейскому то есть есть два онфлой есть первый этаж есть второй этаж опа зашли интересно ваше комната не кричи люди спят интересно все самообслуживание мне на самом деле нравится для самообслуживания что надо ввести что под открыто свою комнату тоже нажимайте вон вон пароль на двери на двери на ручке двери а да давайте так же вот так вот прикольно опа вот такая вот у нас комнатка сейчас сразу сразу пока мы не загадили снимаем обзор вонят ну во первых давайте так скажем сколько получается ее стоимость 171 3 ночи мы здесь будем я говорю были потому что это видео выйдет после того как мы уже здесь были но дело в том что развивайтесь так да развиваясь сейчас давайте все покажу быстренько это получается хостел но здесь комнаты отдельные есть вот скажем так во первых скажу сразу здесь тепло потому что на улице холодно здесь тепло батареи холодные полотенце есть туалетная бумага все еще и зачем-то это какая-то такая что писали шумно воно да колодец такой короче писали что очень шумно стим белье сушится прикольчик такой чуть хуже чем у нас есть люди сдают люксы ну старый ремонт простой ремонт такой очень нормально чистое да не воняет ничего бычок да вообще обалдел ванная комната лично да 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 вообще отличный честно говоря номер просто вы все должны понимать что это эконом-класс вот цена сейчас европе 50 евро на двоих за ночь это стану это стандарт то есть это минимальная цена поэтому вот как-то так так чего единственная вот смотрю мне не хватает это вот здесь розетки ну ладно вон она на телевизоре и телевизор мы не смотрим поэтому будем одеяло на улице холодно здесь тепло это тоже важно в принципе да принципе вообще достойно надо будет еще обязательно конечно походить посмотреть что есть в этом хостеле кухня есть нету у нас еще кстати да здесь есть варианты когда он будет не собственный получше номер но вообще хостел и отели получше но на это же душу я решила так и если честно я смотрел и же более новый да я смотрел больше даже ту сторону склонялся но тут же делать такое да мы жили с юлей в барселоне душ на этаже был но не для нас у нас был тоже собственный да у нас собственный да ну вообще было не знаю отлично никто не шумел ничего нет но это когда два в одном у нас считалось потому что у нас была двухспальная кровать и двухъярусная кровать ну а здесь что это две односпальные до считаются ли 1 2 спальная как хотите так и размещайтесь в общем правильно сделано то что хотите совмещайте хотите размещайте мне кажется отлично нормальный номер в конце концов когда вы приезжаете в города крупные хорошие красивые вы же всегда должны понимать что не в номере сидеть вы приезжаете гулять ходить если в номере то это фосисонс надо заселяться там уже точно все было обнаружено кое-что волос на полотенце волос на полотенце но по запаху вроде как нормалек да да ну ты это себе тогда бери полотенце на котором волос даже девушка вытиралась значит ничего страшного уже после заселения мы отправились на нашу первую прогулку по мадриду такой заедой что называется то что были такие очень-очень смешанные впечатления если честно мадриде это наш вот первый такой выход а мы смотрели в аликанты да такое по 250 кусочек 250 это все таки ну как ты не наешься этим кусочком надо конечно больше сейчас посмотрим что там будет слушайте первые впечатления мадриде такие очень смешанные ну как смешанные они вроде как бы и плохие и хорошие да ну рассказываю просто мы вроде классно город большой мегаполис сразу это видно с другой стороны сразу начинается бардак посмотри с барселоной здесь просто куча мигрантов спят на улице вот ходят шарятся попрошайничают попрошайничают да реально вот бомжи прям на улице это не так много конечно их как там париж допустим да да вот реально выходили с этого выходили с метро бомж ну а вот вот она бомж честно говоря настолько грязнющий был но просто доходяга это уже говорится мне кажется сейчас посмотрим пиццерию поедим в зубе вот она о прикол много людей очень наверно вкусно да я думаю очень вкусно и раз столько людей до 23 30 работает пиццерия действительно очень знаменитая и популярная да потому что все занято и они говорят что ждите ждите на улице но смотрите в меркадоне например пицца стоит сколько там 34 там размер ну короче до 5 евро а здесь свежую пиццу вам готовят не цена стартует от 790 и самая дорогая гурме это уже 12 евро нет размеры одинаковые размер такой стандартный просто больше всего шампиньон горгонзола да томаты крема бетруфа бризаола бризаола это же футболная сейчас такая пицца ну главное что нас выгнали говорят ждите на улице ждите на улице в вашей очереди потому что говорит не вмещает кафе всех кто желает и вот женщина ждет впереди нас и мы ждем теперь вот так вот такая вот интересная взяли 2 пиццули салями 4 сыра вот и прям вы смотрите вот прям все готовят здесь моментально при вас быстренько вкусненько вот мне уже привезли сервезу и юли кока-колу даже фирменные салфеточки да типа она очень дешевая считается ну минимальная цена пиццы 790 максимальная я сказал дальше сами судите дорого дешево главное чтобы было вкусно вот что важно так мужики делайте пиццу мне хорошо договорились одну пиццу приготовить четыре сыра готова одна видите вот так мы сидим а так в 13 ммм г мм sensory ой 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 горячий он говорит сейчас подождите кверть вторую ладно что дегустируем shrinkingurim да теп and stories не надо две сразу Ладно, ешь лучше, а потом уже будем. Сыр, видно, тянется. У тебя начинки не так много прям. Я думаю, должна быть вкусная. Продукты здесь хорошие. Обалдеть. О, gracia. Видите, как произошло все в итоге. Ну давай, все, приятного аппетита всем нам. Пиццерия Vesuvio называется, друзья. Вышла на 24.30. Это две пиццы, кола и стакан хмельного напитка. Чтобы вау-эффект эта пицца вызывала, я не скажу. Вот такая стандартная домашняя итальянская пицца. Ммм, конфетку ем. Она такая кислая. Ну не сильно кислая, но надо узнать аж после еды то, что надо. Нравится, в общем. Хорошее. Рождество. Да, в самом центре у нас отельчик. Мы вот обсуждаем, какие молодцы просто. Мы в Барселоне снимали на окраине. Да. Но дело в том, что я еще не знаю точно где мы как бы, как, что мы. Потому что мы не бывали. Ну где-то в центре. Где-то в центре. Все, нам сюда. Все, в номер пойдем? Нам ничего не надо. Погнали монтировать, заниматься делами. Вот видите, такая вот. Такой вот ночной Мадрид. Все в мусоре. Поскладывали. Да, самый-самый центр Мадрида. Такое дело. Только что я видел, кто-то мяч оставил там футбольный. Потом его забрали. Вот. Вроде только что бомжи были еще. Ну, смотрите, мы пока за пиццей сходили, уже нет бомжей. Ну, если честно, мусор вообще как-то непривлекательно выглядит. Впереди видно автомобиль, который сейчас вот это все подгребает. Конечно, заберет. Но все равно, вот факт того, что вот это все на улицах, а потом уже автомобиль собирает, для меня как-то дико, если честно. Я думаю, что как бы они все берут. Получается, вечером вот эти баки вывозят откуда-то, оставляют их. Ну, скорее всего, они как бы подписаны, принадлежат прям каким-то определенным там квартирам, домам, хостелам. Все равно, все равно. Так, кстати, да, как хостел у нас сбоку. Вход выглядит, ну, вот так. Как-то так. Есть пароль, благодаря которому мы заходим. И, в принципе, проходим к нам домой. Все по паролям. Мы хозяев не видели, никого не видели, никто нас не встречал. Ничего никто не делал. Нам только скинули пароли и сказали, куда следовать. Такое у нас было в Барселоне и такое у нас в Мадриде. Больше нигде не встречал, кстати. Пока что. Буквально через пару секунд наш поезд тронется и мы тоже будем уезжать. Друзья, вообще, что я хотел рассказать о Мадриде? О том, что не совершайте ошибку, которую мы совершили. Мы когда-то начали спешить. Я просто сейчас второй раз на вокзале и понял, что на самом деле там ничего страшного нет. Вот кроме автоматов ездить из Сибири. Просто не пугайтесь идти стройки, ищите указатели. И вам тогда будет чуточку проще. Ну а так вообще метро, например, вообще элементарно все. Но самое главное, поехали. Самое главное хочется сказать, что город очень понравился, честно мне. Я бы, конечно же, вернулся сюда. Хотя бы ради того, чтобы все-таки сходить на стадион. Я очень пожалел, что не сходил, потому что был счет 4-2. Шесть голов за игру. Это редкое явление. Ну не в первый раз у меня так. У меня так было в Париже, когда я хотел пойти, не пошел. Хотя там тоже был счет прям такой, очень серьезный. Ну, в общем, надеюсь, в следующий раз получится. Вот так. Ну, самое главное хочется сказать, не важно, Мадрид, не Мадрид, путешествуйте. Путешествуйте, делайте это как можно чаще. Вот, хотя, конечно же, появляется такая возможность. Все, мы уже спускаемся под землю, я так понял. Сейчас будет долгая дорога целых два часа до Аликанте. Несмотря на то, что путь, например, 40 километров. Все это происходит очень быстро. На этом мы будем прощаться. Спасибо огромное, что были с нами. Счастья. Удавая. Самая главная мира. Все, всем пока-пока. Уже естьiston Аликан, и много лет Продолжение следует... 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 Продолжение следует...